Приветствую всех! По мелодии на фоне и названию видео я думаю вы поняли, что в этом видео я покажу вам начало своего пути в полицейскую академию. Да, я решил поиграть за роль копа, я ни разу за все свое время игры на проектах с УЦП режимом, а это зимы 2009-2010 года, ни разу не играл в копах. И в своих следующих видео я буду делиться как я прохожу в полицию, если пройду, ну и в целом показывать свою игру, возможно давать какие-то замечания, советы, вы можете к ним прислушиваться если посчитаете нужным. Короче, все как раньше, только в ПД. Соберите 600 лайков и я начну делать следующие видео, я знаю вы сможете, вы собирали 500 меньше чем за сутки. Прежде чем начну, хочу рассказать о ютуб канале одного парня, его звать Холловой, кстати он снимал в далеком 15-м году на Гамбите, потом забил и вот вновь вернулся. Сейчас также снимает на Гамбите, показывает свою игру, поэтому заходи на его канал по ссылке в описании, я бы подписался на него как минимум из-за этой крутой шапки. В общем, какие дела, я создал нового персонажа, звать его Марио Лоуэр, ему 27 лет и чтобы вы примерно понимали как он выглядит, вспомните Брюси из GTA 4. Марио одержим своим телом, следит за питанием, принимает спортивные добавки, кайфует от физических нагрузок, сам по себе он энергичен, постоянно в движении. Это из основной особенности роли, ну а между прочим, он атеист, холостяк, вегетарианец, любит животных, особенно собак, является ярым защитником природы, предпочитает носить обтягивающую одежду, презирает толстых людей, а также курящих, в особенности девушек. Также любитель спортивных купе и танцевальной музыки, в целом из-за своей излишней энергичности бывает слишком навязчивым, чем может отталкивать людей, противоположных ему по характеру. И это, скажем так, наброски, персонаж будет развиваться далее по игре. Ну а теперь к академке. На форуме было около 150 заявок в академию, часть из них сразу же отсеялась. Для тех, кто подходит по требованиям ПД, была организована встреча в тренировочном центре за городом. Я со своим другом Пак Пао приехали туда на его мопеде. Пак Пао это 20-летний азиат, очень воспитанный. Можете заметить, он постоянно пытается успокоить Марио, стыдиться из-за его выходок и чрезмерной активности. Он делает ему замечание из-за того, что он в обычных вещах, в обтягивающей одежде, в то время, когда большинство одеты в официальном. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Суть эссе была следующая. Вопрос состоял так. Расскажите о ситуации из личной жизни, когда вы почувствовали, что не получили должного признания или похвалы за то, что сделали. Какой урок из этой ситуации вы для себя извлекли и как вы изменились с тех пор? Ситуация понятна. Вам нужно придумать на ходу какую-то адекватную ситуацию из жизни вашего персонажа. Если анкету преступлений вам мог кто-то помочь написать, то тут вы уже делаете это максимально быстро и сами. Я чуть-чуть потупил и вроде как склипал что-то. В принципе, если интересно, можете нажать на паузу и прочитать, что я написал. На этом первый день закончился. Часть людей отселась на этом этапе. И, кстати, да, я забыл сказать. Главным у нас по академике является сержант Уолтер Милфорд. Насколько я правильно понял. Ну, это если кому интересно. На второй день была физическая проверка. Само собой, что проверяется не ваше умение клацать кнопку бега, а в целом смотрят на вашу игру. Я чуть опоздал из-за оцпричин, но в принципе ничего не пропустил. Побегали, поделали упражнения и сказали расходиться. Мой персонаж живчик, отжимался еще дополнительно, пока все отдыхали. Пробежал еще кружок, когда часть людей подыхала после нагрузок. В зале, что внутри здания, была отдельная проверка для девушек. Мой персонаж, ясное дело, искал повод выебнуться. Начал красоваться перед ними на тренажере. Ну и напоследок душик, пахавая слоточка, так как у парня режим, протеинчик. Ну и домой. На следующем этапе у нас интервью в Тимспике. Индивидуальное для каждого, по результатам которого будет ясно, прошел ты в академию или нет. Друзья, напишите в комментариях, хотите ли вы полностью услышать, увидеть весь разговор, что там было. Ну или просто рассказать вам в двух словах. А на этом все. Не забудь поставить лайк, подписаться. Не забывай, что у меня есть свой паблик, куда ты можешь подписаться. А также паблики тех, с кем я сотрудничаю. Там есть новые лица. В общем, смотри все в описании. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok